У этих волкодавов есть шанс победить волка. Многие знают о том, что волк это сильный и опасный хищник и собака с ним не справится. Есть собаки, которых называют волкодавами и из названия понятно то, для чего они выводились. Но далеко не все псы из этого отряда волкодавов смогут даже побежать за волком, не говоря уже о схватке с ним. Сегодня вы узнаете о пяти самых опасных для волка псах, которые при определенной подготовке имеют шансы на победу. Одним из самых серьезных псов является ирландский волкодав, который имеет серьезные размеры и крепкое телосложение. У него высокие лапы и мощный корпус. По сути, это самая большая собака, его считают самым высоким, а также невероятно сильным в мире. Выводили их для охраны и для того, чтобы они отгоняли волков от стада. В древности, а порода древняя, у нее было другое название, а свое нынешнее она получила уже в 15 веке. В те времена в Ирландии практически каждое графство имело целые стаи волкодавов, чтобы защищать свои стада от нашествия хищников. Еще один грозный волкодав, который, по мнению экспертов, был еще раньше тибетского мастифа, и его называют бурятмонгольский волкодав, а также более короткое имя – это Хотошо. Собака очень крепкая и очень хорошо относится к людям. Сейчас ее основное предназначение – это охрана как домов, так и больших пастбищ со скотом, отар и овец, а местами они охраняют даже верблюдов. Кавказская овчарка. Не молодая и выведена уже очень давно. Точно сказать сложно. Она невероятно сильная и обладает страшной агрессией. Если ее со щенков не взять в руки, не заниматься ее воспитанием, тогда она может нападать на человека и наносить серьезные травмы. Также она опасна и для хозяина, и для его семейства. С этими псами нужно очень много заниматься и показывать им, кто хозяин. Алабаи, или среднеазиатские овчарки, также относятся к волкодавам, и они служат человеку для охраны пастбищ, а также домов. Собака серьезных размеров, как и все псы, относящиеся к волкодавам, и она может прогонять волка от стада. Чаще они работают в несколько особей. Как утверждают специалисты, у нее существует родственная связь с могучим тибетским мастифом. У пса очень стабильно уравновешенная нервная система, а также отличные качества, как охранника. Морему Абруцкая овчарка Есть в упоминаниях еще первого века нашей эры. Собака была выведена в Италии, и в названии указано, что она Морему Абруцкая, потому что там так и не смогли выяснить, в какой области Италии она точно была выведена. Так что сошлись на середине. Эта собака даже признавалась, как лучшая для охраны, потому что обладает отличными качествами этого пуана. Как говорят местные пастухи про эту породу, с этой помощницей стада всегда пригоняют на постой без потерь. Она идеальная пастушья собака.